Вышел на субботник, получил лотерейный билет. На этот и другие виды поощрения могут рассчитывать жители Сугайкосинского сельского поселения Канарского района. Интересные формы работы моя коллега Ольга Алексеева. Сугайкосинское сельское поселение самое большое в Канарском районе. Здесь проживают почти полторы тысячи жителей. Но знают его в республике благодаря заслугам главы поселения Павла Семенова, который стал лучшим в 2018 году. Мы очень гордимся им, что у нас на нашей территории есть такой глава. Деревня небольшая, очень много улиц. По всем улицам у нас устроены дороги. Есть для детишек у нас детские площадки тоже почти на всех улицах. У нас детские площадки находятся. Он никогда без внимания не оставляет. Каким бы вопросом к нему ни подошли, он без внимания ни один вопрос не оставляет. В должности главы Павел Юрьевич четвертый год. За это время жизнь деревни кардинально поменялась. Появились дороги, качественное освещение, свое мебельное производство и новые магазины. Собственные доходы увеличились в четыре раза. Удостоверение патриота тоже инициатива сельчан. По этой карте он может посещать все мероприятия, которые проходят в Сельском доме культуры бесплатно. Брать инструменты, которые у нас есть в Сельском доме культуры. В аренду он может приходить и брать. И кроме этого он может покупать товары различные, оказывать все услуги. То есть со скидкой получать услуги в городе Канаше и в деревне, в деревниских магазинах у нас. Карта действует и при рождении ребенка. Молодой маме окажут материальную помощь для покупки товаров первой необходимости. После таких поощрений жители сами стали проситься на работу и проявлять инициативу, отметил глава поселения. Мы еще с прошлого, с 17-18 годов начали создавать бренд «Сугайпродукт». Наша задача сделать свой собственный бренд. То есть этот бренд, чтобы он был известным, чтобы все его знали, хотели покупать эти продукты, чтобы они числили, что они качественные и экологически чистые. И в последующем подготовив деревню бренд, мы будем еще дополнительно искать инвесторов. Свой сыр, чай, молоко, мед, хлеб. Скоро в деревне появится и тротуар, сделанный своими руками. Все это – результат грамотного управления и совместной работы. В поселении действуют шесть территориальных общественных самоуправлений и общественный совет. Такого нет ни в одном районе республики. Также здесь в сельском доме культуры на базе библиотеки мы образовали как уголок предпринимателя. Мы туда поставили современные книги по развитию бизнеса, по продажам. Сделали базу бизнес-планов. У нас есть определенное количество бизнес-планов. Любой житель может прийти, почитать, решить для себя, чем он хочет заняться, что ему интересно, какие ему понадобятся средства для реализации своего проекта. Работает в деревне и антикафе, построенное на средства инициативного бюджетирования. Молодежь здесь общается, играет в шахматы, настольные игры и читает книги. В скором времени после проведения референдума и сбора средств в деревне появится водопровод и канализация. Ольга Алексеева, Павел Еридков, Республика.